Айти-специалисты востребованы в мире как никогда. Многие говорят, кто уж точно в непростые времена не пропадет, так это айтишники. В России им сейчас дают всевозможные преференции. Выбрав эту профессию, можно не только приносить пользу стране, но и хорошо зарабатывать. На госуслугах недавно стартовал прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, чему готовы обучать учащихся в 8-10 классов. Много ли уже желающих? Поговорим сегодня со Светланой Шефер, руководителем Центра цифрового образования детей Айти Куб. Здравствуйте, Светлана. Рада вас видеть. Светлана, мне вот кажется, потрясающая возможность, которую получили школьники. Наверное, нет отбоя от желающих. Вообще хочу сказать, что у нас вообще в крае есть возможность у школьников обучаться бесплатно программированию. То есть вообще в целом, да? Да, есть у нас ряд учреждений, которые открыты в рамках нацпроекта образования. Это наш Айти Куб, есть мобильные технопарки, есть детские технопарки. И вот как раз мобильные, например, они даже по муниципалитетам выезжают и обучают школьников. Но вот Код Будущего, это еще одна возможность. А, называется Код Будущего. Код Будущего. Такой красивый название, да. Это еще одна возможность. Это другой федеральный проект, который позволит к нашим детям, которых мы уже обучаем, добавить еще большое количество детей, которые желают обучаться программированию, в том числе и онлайн. То есть в Барнауле и в Рубцовске сейчас на данный момент открыты 15 очных площадок. Можно выбрать, какая тебе удобнее, где интереснее программа. Ну это вот я хотела бы, чтобы мы потом поподробнее об этом поговорили. Все-таки есть желающие? Желающих есть. Желающие есть или все-таки нет? Ну просто я слышала, что не так много желающих. Почему? Вот с чем вы это связываете? Скорее ребята, которые к нам приходят, например, посреди октября, говорят, как же мы о вас не слышали. То есть в Айти Куб приходят, допустим? В Айти Куб, да. Приходят. Мы когда им говорим, что, к сожалению, уже учебный год начался и нет возможности зачислиться в группу и попасть только в резерв можно, они говорят, что мы услышали о вас только что. Несмотря на то, что в СМИ появляется у нас информация, мы проводим краевые конкурсы, фестивали. Ну просто не всегда, это нужно много лет, наверное, пока информация дойдет до каждого, каждого желающего. Но в принципе, ребят, которые желают получить вот эту вот модную популярность, сейчас профессию, их много, да? Просто не все знают, куда можно пойти. Их достаточно много. Но скорее кого-то из ребят тормозит необходимость куда-то ехать. То есть они больше все такие, которые дома сидят за компьютером и, в общем, только рукой мышку куда-то там двигают. Понятно. Получается, что совсем немного зарегистрировалось, да, вот на эти курсы программирования? Если говорить про Алтайский край, вот где-то столько же регионов до нас, где большая численность ребят, заявившихся на Код Будущего, ну и примерно столько же после нас. То есть мы не на худшей позиции, но мне очень печально, что я не вижу действительно большого желания. Возможно, это октябрь, возможно, ребята уже где-то заняты, но мы готовы и под расписание ребят подстроиться. Поэтому я бы хотела как раз вот с площадки вашей сказать о том, что, ребята, записывайтесь, есть еще возможность. И пока на госуслугах открыта эта форма, вы еще можете успеть. То есть получается, что скорее всего не знают? Я думаю, что да. Либо очень загружены другой информацией, пропускают ее в потоке, может быть. Ну, часто ли вообще бывают такие бесплатные возможности, ну вот курсы, да, получения каких-то знаний по IT-технологиям? Или это такая даже, ну, не очень частая история? Мы не говорим, да, вот о каких-то вещах, которые там об IT-кубе, да, которые постоянно функционируют? Я бы сказала, что это действительно редкость, за которую необходимо зацепиться за такую возможность. Потому что образование в IT-отрасли сейчас настолько востребовано, что люди готовы за него платить и платить за ребенка или за себя, проходить переквалификацию взрослые люди, готовы за деньги. Поэтому сейчас достаточно мало, ну вот, есть вот национальные проекты, да, это бесплатное образование. И есть огромное количество платных курсов на рынке, и в связи с этим, наверное, даже люди скорее знают о них. Понятно. То есть они готовы платить деньги и достаточно такие приличные, чем вот просто прийти бесплатно записаться и получить знания, да? Да, возможно. А вообще, как попасть на эти курсы? Давайте мы поэтапно расскажем. Ну, кто-то сейчас увидел, вдруг загорелся и захотел, вот, а может быть, все-таки я поучаствую, да, потому что я так поняла, что это не поздно. Поэтапно объясните, что нужно сделать? Сколько вообще человек от нашего края могут попасть вот на эти курсы? Ну, при желании, при их, конечно. Квоты на регионы нет. Есть общая федеральная цифра 100 тысяч детей. Ну, это прилично. Это очень много. То есть, ну, приблизительно, как вам кажется, сколько бы от нашего региона могли бы ребят поучаствовать? На данный момент порядка чуть больше тысячи детей. Ну, записались, да, заявились. Их заявки были одобрены. И сейчас кто-то из них находится уже в стадии зачисления на программу, а кто-то еще проходит тест. Ну, тест там несложный только для определения уровня. Вот если ты записываешься на продвинутую программу, а там разные... Сколько программ, да? Сколько там, допустим? Есть начальный, базовый уровень, продвинутый. Есть разные языки программирования. То есть можно для себя выбрать то, что именно тебе подходит. Ну, и просто тест необходим для того, чтобы понять, насколько ребенок, записавшийся именно, допустим, на продвинутую программу, обладает базовыми знаниями, чтобы не получилось так, что он испытал ситуацию неуспеха. Ну, вот смотрите, он, допустим, да, вы сказали в госуслуги. Зашел в госуслуги, дальше какой алгоритм? Там можно набрать код будущего. Можно просто в поисковике сначала набрать код будущего, и там обязательно в первых рядах встретится ссылочка на госуслуги. Для этого дальше нужно определиться. Оффлайн будете учиться, это Барнаул или Рубцовск. Вот пока в этом году, а будет продолжение этой программы. Либо онлайн. Это для любого муниципалитета. Светлана, сколько у нас вообще площадок в Алтайском крае будет, да, именно оффлайн и в Барнауле, допустим? Вот сейчас у нас действует одна площадка в Рубцовске и около 10 площадок в Барнауле. Это школы, некоторые школы заявились в проект и достаточно хорошо набирают детей. Это педагогический университет, наш институт цифровых технологий, наш центр IT-куб на Пятой Западной. Любое учреждение, которое обладает компьютерами достаточной мощности, достаточного количества, свободным компьютерным классом, свободным педагогом на это время, может заявиться в проект. А онлайн, я так понимаю, любой, да, может, абсолютно любое, там, я не знаю, деревня даже какая-то. Ну и вот следующий вопрос, чему все-таки ребят будут обучать? Ребят будут обучать современным языкам программирования. Если говорить про общий набор курсов, там действительно широкое разнообразие языков и C-Sharp, и C++, и Java, и Python. Но вот на очных площадках мы в Алтайском крае обучаем языку программирования Python. Это один из наиболее сейчас востребованных языков, он достаточно прост для вхождения, и в некоторых задачах он не уступает другим классическим языкам. То есть обучившись Python, ты можешь стать действительно разработчиком и много лет этим заниматься. Потому что, наверное, вот ребята, которые смотрят, они сейчас понимают, что это такое, потому что я, честно говоря, не очень поняла. То есть вот языки и, ну и все, да, собственно, вот это главное, чему разработка. А кто будет обучать ребят? Вот кто эти люди? Все педагоги, которые работают по этой программе, сертифицированы. То есть они проходят специальные курсы повышения квалификации плюс к своему диплому. Поэтому вот это педагоги, опять же, центров, институтов, школ, вот тех площадок. Наши все местные, алтайские, да? Да. Смотрите, допустим, ребята подали заявление, уже идут занятия или все еще пока вот только вот набирают? Есть площадки, где группы набраны, и там занятия уже идут. Это где, например? То есть это где-то в России, не у нас еще, да? И у нас, да, в Алтайском крае есть. Вот 123-я школа, 131-я, Алтайский промышленный экономический колледж. Да, они уже пригласили своих ребят, согласовались со всеми расписания, и уже занятия идут. А как часто они занимаются? Сколько? Два раза в неделю. А по времени, допустим? Полуторачасовое занятие, оно как два академических часа считается, как два урока, пара университетская. Кто-то занимается в первую смену, кто-то во вторую. Тут, конечно же, когда вот сейчас уже на площадках примерно понятно что-то с расписанием, может быть, даже стоит на площадку позвонить и узнать. Бывает, что группа первой смены открыта в педуниверситете, группа второй смены открыта у нас. Мы в таком случае друг другу передаем этих ребят, чтобы у них имелась возможность все равно. Ну, то есть это легко, можно там заменить, где тебе ближе, туда, собственно, и ходить. Ну, а кому-то абсолютно онлайн комфортнее. Да, да. По окончании вот этих курсов, кстати, сколько они будут длиться вообще по... Четыре модуля, ну, чуть больше года они будут длиться. Ну, это только до года достаточно. До года они завершатся, да. Просто такие курсы, как вот ты к репетитору ходишь буквально, да, и практически на протяжении года занимаешься. Угу. По окончании этих курсов, вот участники, они получат, я не знаю, какие-то сертификаты, какие-то дипломы, что это будет? Да, ребята получат сертификаты. Главной организацией, которая реализует этот проект, является Университет 2035. И все ребята, обучающиеся на любых программах, оффлайн и онлайн, получат, собственно, подтверждение своим получатым компетенциям в бумажном или в электронном виде. А они как-то потом повлияют, не знаю, на поступление куда-то, нет? Или просто это как дополнительное в копилочку, в свою вот такой дипломчик или сертификат? Ну, вот если говорить о влиянии на поступление, то здесь каждый университет в стране сам решает, что ему повлияет на, что может добавить ребенку баллов к ЕГЭ. Поэтому тут сложно сказать, за все университеты я точно не решусь. Но надо понимать, что если мы идем на курсы по программированию, мы, скорее всего, если их успешно оканчиваем, получаем такие знания, которые помогут сдать КЕГЭ, то есть информатику, компьютерные ЕГЭ в 11 классе, которые помогут в дальнейшем на первом, втором, третьем курсе как-то более или менее спокойно и комфортно обучаться. Но все абсолютно зависит только от самого учащегося, конечно же. Здесь нет никаких волшебных пилюль. За один год программирования один ребенок может научиться всему, потому что он что-то еще будет дополнительно смотреть, читать. Но другой ребенок просто научится базовым каким-то вещам. Ну да, именно поэтому и поделена там, да, более серьезно и попроще, что. А поскольку программа многолетняя, вот то ребенок, который в этом году обучился на базовом курсе, может также поступить и попасть в те счастливые 100 тысяч детей следующего, там, или 150. То есть это такая долголетняя программа, на сколько она рассчитана? Она рассчитана, не соврать бы, не знаю. Ну, в общем, на несколько лет она рассчитана. А вы смотрите, ну, вот сертификат получили. Вообще, какие возможности открываются у ребят после того, как они вот подобные курсы пройдут? Как вы считаете, как человек, который регулярно занимается, да, тоже с детьми? То есть насколько это им поможет, в чем? Это им поможет обязательно. Во-первых, есть ребята, которые, отучившись на таких курсах, их, конечно, не совсем большой процент, но они такие всегда бывают, которые говорят, все, спасибо, до свидания. Мы поняли, что это не мое. И хорошо, что этот ребенок понял это в девятом классе, пока у него есть возможность не уйти, допустим, в колледж, а пойти в школу дальше, закончить 11, и по линии общества знания, например, пойти куда-то дальше учиться. И хорошо, когда этот ребенок, с другой стороны, понял, что это его, потому что IT-сфера настолько широка и велика, что один курс будет являться только каплей в море его знаний, и он тогда поймет, в каком направлении ему дальше развиваться. Будет ли он дальше Пайтон учить? У него огромнейшие возможности по, там, не знаю, сотне библиотек, которые позволяют текст в речь превращать, речь в текст, парсить, все, что угодно делать. С другой стороны, может быть, он скажет, нет, вот Пайтон я получил, теперь я хочу на C++ пойти обучаться. Это тоже как вариант, это хорошая траектория, да, почему бы и нет. Поэтому ребенку этот курс точно будет полезен любому. Ну и вот заключительный, наверное, вопрос, до какого времени можно зарегистрироваться, чтобы в этом году еще обучаться? Ну вот если я скажу сегодня, срока нет, но есть понимание, что уже больше 100 тысяч заявок подано, но из них какие-то поданы там случайно, например, ребенок на оффлайн-площадку зарегистрировался в Алтайском крае, думал, что обучение будет проходить дистанционно. А мы говорим, приезжайте в Барнаул, они говорят, а мы далеко живем. То есть вот есть в разных вариантах отказы. Бывает, что там школьник седьмого класса, вот к сожалению, может быть, для школьников-семиклассников, в этом году их точно в проект не возьмут. Но мы о нем узнаем только когда он пройдет тест и так далее. То есть мы, конечно, ему вынуждены будем отказать в этом учебном году, но освободится место для кого-то. То есть мы понимаем, что количество поданных заявок еще позволяет подать их еще. В общем, надо торопиться. Надо очень быстро бежать. Если вы сейчас хотите, услышали, хотите попасть на курсы, бесплатные программирования, еще раз мы подчеркнем, то нужно торопиться и на госуслугах заходить код будущего и заполнять заявку. Да. Спасибо большое, Светлана. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Светлана Шефер, руководитель Центра цифрового образования детей IT-куб.